Ребята работают по 9 веку, 9-11 века, и уже на протяжении многих лет это наши друзья, это часть нашей выставки. И сейчас они поработают, хотя я не знаю, насколько это так работают, в 9 веке, но в 21 веке эти парни умеют работать. Я прошу аплодисменты на них приезжать. Спасибо вам большое. Мы сегодня представляем вот такой вот меч каравинского типа. Это одноручный меч, который был распространен в 9-11 веке на территории всей Северной Руси и Западной и Восточной Европы. Это единственные известные по археологическим данным клинки. И здесь мы вам представляем сердечно их авторов, ребят из мастерской Радомир из города Заречного. Все мечи, которые мы уже много лет сражаемся, делаем показательные выступления. Вот такие вот обоюдоострые одноручные клинки мечи каравинского типа, все они произведены в их мастерской. И только благодаря их высокому качеству, которые на порядок выше, чем средневековые образцы, аналоги, они позволяют нам демонстрировать показательные пари с принятием удара клинка в клинок. Скорее всего, в средневековой технике такой возможности у древних людей не было, потому что чаще всего мягкие клинки тут же поломались, вывесили и зарубались. Вот такой вот меч является первым мечом практически все древнерусских воинов, древнерусских дружинников. Он же прообраз того меча, который представлен на входе в выставку, который получил премию Гиннесса как самый большой меч в мире. Он тоже, судя по пропорциям, одноручный меч с двумя лезвиями. На большинстве исторических фототипов клинки закруглены, то есть, скорее всего, колоть им не было никакой возможности. Сейчас мы с удовольствием продемонстрируем некоторые приемы вводения этим мечом, которые реконструированы на территории нашего исторического клуба «Серебряный волк». По тому, каким образом этот меч можно было держать, то есть двумя руками держать нельзя, на вытянутой руке или кистью из-за весы не владеть невозможно, каким образом мог бы его использовать в средневековой дружине в своей боевой смыслу. Спасибо большое. Ну и, конечно, небольшой элемент шоу. Главное – разминка, конечно. Здесь постоянно должен находиться в движении, иначе эффективные руки с чудом принести бы невозможно. Никаких кистевых курищей, да? Да. Мы не позволяем себе, надо прорубить щит за свет. Может быть, отрубить голову мечом невозможно, но сломать руку можно даже незаточенным мечом, и посетение. Да. Спасибо. 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 Большую возможность выступить специально для вас, дружина Серебряный Волк. Кто хочет посмотреть, подержать в руках, сфотографироваться, мы дадим вам небольшую возможность подготовиться в следующее шоу. Только, пожалуйста, не трогайте клинки руками. Считается это не очень уважительным отношением к оружию. Ну и авторы клинков. Господа секретного завода.